80% наших людей почему-то думают, что полезно спать на жестком матрасе. А 80% американцев и европейцев прекрасно спят на мягких, полумягких матрасах. Почему? Вот такой, знаете, 5 слоев койры. Я как-то приезжаю однажды в большой санаторий крупный, меня отводят в люкс, я сажусь и чувствую, что доска такая. Мы специально подбирали матрас, это же так полезно. Слушайте, а что, полезно спать вот так вот на гвоздях? То есть вырабатывать, знаете, такую, как это выразится, силу воли. Откуда это пошло? Ну, особенно почему у наших людей? Ну, возьмем еще средневекового крестьянина. Понятно, что спали все на чем? На столах, на досках, на лавках, на печи. Но это было самое блатное место, обычно там дети спали. На чем-то просто, вот таком, чуть ли не на полу. Ну, вот, да, или на печи, если, так сказать, сильно повезло. Ну, и раньше как-то говорили, что, ну, как же, а что мы там обращаем внимание? Вот раньше были богатыри, а сейчас все такие неженки. Подаваем какие-то там матрасы ортопедические, анатомические. Да, в России в 20-м, в прошлом, в позапрошлом веке, в 19-м, средний срок жизни был 29 лет. Ну, понятно, много умирали от каких-то инфекционных заболеваний, но я скажу, и плохой сон тоже не способствовал хорошему качеству жизни. Как говорил Пушкин, и вошел в комнату старик лет 30. Ну, я думаю, что, слава богу, мы сейчас не думаем, что в 30 лет мы все какие-то старики. Почему же у нас вот такая, ну, глобальное поветрие, что полезно спать на жестком? А кто у нас, дорогие друзья, победил в 1917 году во время революции, или как так же с переворота, и так далее, и так далее? Рабочие и крестьяне, они как раз спали на досках, на печах, на лавках, на полу. Вот сравните постель Наполеона в замке Фонтенбло, да, и постель Сталина на ближней даче. Ну, произведение искусства, это убогая деревянная кроватка. И вся страна, к сожалению, так спала. Ну, то есть, вот строили великие стройки, думали о коммунизме, но никто не думал о комфорте. Более того, я хочу сказать, я застал еще, ну, наверное, может быть, вы, кто-то немножко постарше, застали эти продавленные панцирные сетки. Когда ты на нее ложился, и ложился как в гамаке оказывался. Но, знаете, мне нравится Михаил Бетев, да, нас венчала общажная койка на продавленной панцирной сетке. Я, признаться, всегда была бойкой. Даже сплавить сумела соседку. То есть, любовью, я скажу, тоже не очень было заниматься на таких продавленных панцирных сетках. И фактически, единственное, что можно было сделать, чтобы улучшить ситуацию, положить сверху доски. Становясь жестче, но ровнее. Ну, и это, обратите внимание, это не девятнадцатый век, это даже не двадцатый век, это двадцать первый век. Это вот шесть лет назад, да, кровать металлическая. В отличном состоянии. А при необходимости есть комплект досок. У нас вообще культура спальни начала развиваться в конце девяностых годов, когда начали производить анатомические, ортопедические матрацы. А до этого мы все спали на каких-то диванах продавленных, на вот этих панцирных сетках, и не было никакой культуры спальни. И исторически заложилось так, что если вроде как жестче, то, наверное, ну, более удобно и более комфортно. Когда ко мне приходят пациенты на прием, я всегда спрашиваю, ну, как вы спите? Ну, и на каком матраце? И человек говорит, ну, а жестком? И как же? Ну, конечно, все болит, все мешает, но полезно. Ничего полезного в этом нет. Нет. Дело в том, что у нас тело, оно же не плоское. У нас только позвоночник имеет четыре изгиба. Есть так называемые точки давления. Вот вы видите, когда человек лежит, он несколькими точками касается. Если он на жесткой поверхности лежит, просто давление прямо на эти точки. Постоянно человек отлеживает. Кстати, пролежь не образуется, человек без движения лежит. А если лежит человек на жестком, то постоянно идет сигнал в мозг, что ты отлежал, проснись, перевернись. И человек начинает гораздо чаще просыпаться, гораздо больше переворачиваться. И сон, качество сна становится гораздо хуже. Вот обратите внимание, вот здесь, да, видно, что не продавливается. И вот здесь точка давления, да. А вот ортопедический матрат с независимыми пружинами, где у нас комфортный слой, мы видим, что да, сам матрат ровный, но комфортный слой сверху повторяет контуры тела. Когда вы легли в постель, с одной стороны должно быть ощущение, что оно ровное оно, но с другой стороны не должно быть отдельных точек давления. Как только, значит, отдельные точки, значит, для вас это более жесткое, чем нужно, постель. И вот как должно быть выглядеть. Вот идеальная ситуация. С одной стороны вы лежите ровно, но с другой стороны матрас повторяет контуры вашего тела. Вот это он слишком мягкий. Но я скажу, что современные анатомические ортопедические матрацы до веса 120 килограмм даже мягкие модели держат форму. Уже выше, да, нужно жесткость существенно увеличивать. А до 120, ну обычно все-таки в идеале это полумягкий матрац. Да, но ни в коем случае не средний даже, не тем более жесткий. Особенно, если там какая-нибудь юная девушка весом 50-55 килограмм, ну куда там она будет все время своими прекрасными выступающими косточками касаться этого матраца и постоянно что-нибудь себе отлеживать. Субтитры создавал DimaTorzok